Девушки отдыхают И выпилиться Штаб вызывает Лес-4 Да, Лес-4, что у вас? Наши кровь у дороги Тела пока нет, продолжаем поиски Пришлите экспертов и полицию Более у вас, Лес-4 Сообщите ваши координаты Сообщаю координаты Лоу-лайф, ноу-кайф Мне не нужен никто Лоу-лайф, ноу-кайф Мне не нужен никто Лоу-лайф, ноу-кайф Мне не нужен никто Я не читаю книжки, но я умный Ты поверь, мне уже не надо Ходить в универ Я не поступил А говорю, что не хотел Когда я выхожу на сцену По кругу сотни дел Запрыгаю под бит Который я сделал сам Мне не нужен Битмэкер Я же не идиот Я на ритму забил Но лучше вот так Чем выслуживать от мамы Что мат Это плохо Залетаю в магазины Покупаю молоко Забираюсь, молки, хлопню Заряжаюсь на везде Мне не нужны Овсянка с грешкой Ведь они для лохов Вот такой вот Я большой Молодец Лоу-лайф, ноу-кайф Мне не нужен никто 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Ребята, давайте просто дожрёмся, отдохнём, бухнём, и всё классно, да? Отлично! Вот так будет лучше! Да, давайте танцевать, ребят! Пойдём, спай, давай! Да? Потом мы сели играть в правдали действия у костра, он сам успокоился и сел под кустом. Стало темнеть, мы заметили, что он куда-то пропал, пошли его искать, звать, но он не отзывался, потом я позвонила тебе. Так, про меня вообще пока молчи. В общем, сегодня к вам в школу придёт Ксения, будет вас допрашивать. Всем скажут, чтоб говорили то, что ты мне здесь сейчас выдала. Угу. Поняла? Да. Водителя до допрос в школу пока вызывать не было, только в присутствии учителя. Чёрт, там же это ваша Крылова будет. Не, у нас Плетнёвым психолог занимается. Кирилл какой-то там, он вообще год ходил, на нас не смотрел, а сейчас нос суёт везде. Москвич. Ладно. Разберёмся мы со всеми этими москвичами. Ты чё не собрана-то? Так я собрана. Ну, давай. В школу дуй. Хорошо. Ого, мы в раскраске у тебя сегодня. А чё, праздник какой, я чё-то не знаю? Отстань, чё ты как моя мать. Слушай, ну, может, ну нахрен эту школу сегодня? Пойдём в кино, потом ко мне за рулем. Я говорю, отстань, сегодня следачка Батина в школу придёт. Но она своя, всё норм. Да, был бы местный, такую бучу бы не подняли. Тут прям забегали все. Прям министр пропал, а не задрот московский. Ты вообще заткнись. Это твоя была идея его на поляну позвать. Чего? Ты офигела, что ли, совсем? Ты до этого тоже хотела? Серьёзно? Да. Как пицца заплетел на меня пялиться. Может, он слышал, что мы в воскресенье на тусу собирались? С нами хочет тебя. Да не на тусу он хочет, тебя он хочет. Сука, я ему втащу. Он таращится на тебя, я же сяку всё. Ну тогда пусть таращится. Может, неприятно. Слушай, Соня, а давай разведём новенького? Ну, ты его пригласишь на днюху и скажешь, типа, что согласны с ним встречаться. Но позовёшь не на поляну, на нашу, а в гараже. Это лошарь туда припрётся, а там закрыто. Пусть обломится. А я попрошу Саньку Козлову всё это на видео заснять. И выложим бы на это. Блин, ну давай. Круто. Давай. Погнали. Погнали. И как этот лох на поляне оказался, я так и не понял. Кто-то нас слил. Кто-то нас слил. Лерка нас слила, ты что, не понимаешь? Он же всё думает, что Плетнёв на ней женится, Москву её перевезёт. А тебе в Москву, значит, не охота. Слушай, может, это всё-таки ко мне зарулим всё? Ты на математику зарули. У тебя снова есть шанс оказаться самым крутым в классе, пока Плетнёва нет. Слушай меня внимательно. Лес разбит на квадраты. Зачищаем каждый квадрат и докладываем мне. Внимательно смотрим и всё замечаем. Бутылки, пачки сигарет, клочки одежды на кустах, обломанные ветки. Всё фотографируем. Вам ясно? Это тот день рождения празднования. На поляне тут. Где же стернёй, как в больнице? Разве что кусты не пострижены. Ага, прям летний сад, а не поляна для гулянок. Такое впечатление, что здесь команда дворников уже поработала. Так, меньше болтаем, больше делаем. Все эти ваши смешочки и умные выводы оставьте при себе. Значит так, ваша группа... Идёт налево, в сторону дороги. Ваша идёт в этот квадрат, в сторону заброшки. Мы, в свою очередь, идём с собакой к ручью. Через два часа встречаемся на этом месте. Европа! След. Вперёд! Вперёд! Чё стоим, работаем? Пошли. Ксения Николаевна, вы не представляете, как я рада, что вас снова к нам направили. Я уж думала, какого-то московского следователя пришлёт. А вы знаете, они какие, ибо только пошуметь. Дело не будет. Надеюсь, до Москвы не дойдёт. Сами справимся. Не в первый, как говорится, раз. Там скандалы ни к чему. Понимаете, у нас лучшая школа в городе. У нас учатся лучшие дети, лучших людей. Поэтому этот вопрос с Плетнёвым нужно как можно скорее закрыть. Как только он найдётся, я его матери позвоню и скажу, забирай пусть его из школы. Не прижился парень здесь. Понимаете, он самовлюблённый какой-то, гордый. Учителям хамит. Одноклассников ни во что не ставит. Только, знаете, хочу напомнить, как в прошлом году, да, значит, мы не допрашиваем, а опрашиваем. Да, я прошу вас, пожалуйста, без истерик и без родителей. Желательно, без Крыловой. Очень нудно. В прошлом году весь мозг мне выило. Не понимаю, как с ней дети работают. Нет, 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 не бойтесь, Ксения Николаевна, в этом году вы будете допрашивать. Ой, что ж такое опрашивать детей? Вместе с нашим школьным психологом Кириллом Алексеевичем. Между прочим, очень симпатичный молодой человек. Москвич. Правда, у нас ненадолго. Вот учебный год закончится, и он к себе уедет. Знаете что, для меня москвич это, ну, самая худшая характеристика. Даже, наверное, Крылова будет получше, чем этот москвич. Смотрите, я бы попробовала. Ну, идёмте, сейчас познакомлю вас. Да, войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл Алексеевич, я хочу вам представить нашего лучшего следователя, Ксению Николаевну Красникову. Здравствуйте. Здравствуйте. Вашего школьного штатного следователя, Ксении Николаевны. Ну, я имела в виду лучшего следователя нашей юровской полиции. Мы несколько раз сотрудничали с Ксенией Николаевной, и всегда очень успешно. А в прошлом году дело о попытке суицидания за юнок тоже вела, Ксения Николаевна? Я правильно понимаю? Кирилл Алексеевич, чтобы вы знали, не было никакого дела. Была неуравновешенная девочка с психическими расстройствами, которая терзала всю школу. Я вас очень попрошу не использовать в своей работе слухи, сплетни и непроверенную информацию. Ну, я вас оставлю. Сейчас распоряжусь, чтобы детей к вам вызывали по одному. Давайте минут через 10. Мне должно установить камеру, ну, чтобы все было в рамках закона. И Кирилл Алексеевич, да? Нам надо познакомиться поближе. Хорошо. Работайте, товарищи. Очень приятно. Взаимно. Это что за беготня, зайцы? Дома у матери своей на голове будешь бегать. А по школе нужно ходить медленно и аккуратно. Это храм науки. Господи. Какие же все придурки. Ксения Николаевна, я все-таки хотел бы с вами поговорить о том, что произошло в прошлом году в 10-м Б. Ну, тогда они были в 9-м Б. Я тут нашел общую характеристику Ани Зоенок из прошлой школы. И она просто безупречна. Аня очень веселая, добрая девочка. Активно участвует в делах класса и школы. Учится на 4 и 5, помогает отстающим в учебе одноклассникам. И что? Помогает отстающим в учебе одноклассникам. Знаете, как у них все меняется в этом возрасте, особенно у девочек. Сегодня она участвует в делах класса, а завтра бухает и режет вены из-за несчастной любви. А что, у нее была несчастная любовь? Откуда я знаю, что было у этой Ани, а? Родители забрали заявление и уехали из города. Я в это дело особо не углублялась. Дети, тем более, сами во всем разобрались. В своем заявлении, которое родители забрали, они обвиняют Соню Рябову в том, что она довела Аню до самоубийства. Да, Кирилл Алексеевич, не говорите ерунды. Я Соню знаю с 5 лет. Это замечательная, сильная, умная девочка, вся в своего отца. Да, Соня может поставить за себя, но она за справедливость. Признавайся, зуенок! Писала моему в личку! Признавалась в любви! Тоже мне Татьяна Ларина! Не доставь ты ее! Вон батут за новые губы проставляется. Пойдем пиво выхим. Сука, ты знаешь, что я каждый день проверяю личку Егора? Каждый день! Нет, не знаешь, а я проверяю, потому что никому нельзя доверять, тем более мужикам. А ты, кобель, какого хрена я ей отвечал? Аня, прости меня, Аня, я люблю другую! Нет, вы сразу ее нахрен послать и все! Перестань, ну ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Нет, не знаю. Докажи сейчас. Плюнь хуенку в рожу. Соня. Давай, плюнешь, поверишь, что любишь. Соня, зачем? Не плюнешь, будешь с ней трахаться. Давай! Егор, плюй. Егор, плюй. Да давай, плюй. Егор. Просто плюй, просто плюй, и все. Плюй, Егор. Да плюй-то уже. Плюй-то уже, просто плюй. Пришлите. Ребята, ну что, никаких новостей по Плетневу? Соня, отец что-нибудь рассказывал? Ирина Львовна, вы вообще о тайне следствия что-то слышали? Может, вам детективчик какой-нибудь посмотреть, чтобы хотя бы примерно понимали, как это проходит? Отец одно сказал, есть работа полиции, никому в нее лезть не стоит. Никому. Мне казалось, вы должны быть как минимум встревожены тем, что случилось. Максима нет уже два дня. И даже если он пошел к другу или был у девушки, то он должен был бы вернуться. Да какой у него друг или девушка? Он же жлоб конченый. Девушку Ирину Львовну надо баловать, подарки там ей дарить, все такое. А Плетнев жадный. У них там в Москве, видимо, принято бабки зажимать. Василевский, а ты слышал о том, что копеечка рубль бережет? Ой, вы посмотрите, Батву что-то умное родила. Да, Кирилл Алексеевич. Да, поняла вас. Сейчас скажу ей хорошо. Соня, пойдем я провожу тебя в кабинет, Кирилл Алексеевич. Так я вчера у него два часа сидела. Чего он от меня хочет? Ну, может, он просто тебя хочет. Ты заткнись вообще. В школе следователь. По факту исчезновения Плетнева заведено уголовное дело. И всех, кто был на дне рождения Сони в воскресенье, будут допрашивать. Не допрашивать, Ирина Львовна, а опрашивать. Мы ничего такого не сделали, чтобы нас допрашивать. Этот идиот куда-то свалил, теперь мы должны за него париться. И провожать меня не надо, я сама дорогу хорошо знаю. Ты офигела? Здрасте, я пришла. Соня, у тебя не учили стучаться, прежде чем войти в кабинет учителя? А вы не учитель. Это раз. А два, вы тут чем-то не тем занимаетесь? Не детей допрашиваете? Сонечка, ну, не допрашиваем, во-первых, а опрашиваем. Мы сейчас с тобой буквально пять минуточек поговорим, и ты вернешься в свой класс. А что у вас сейчас будет? Литература. Преступление и наказание. Соня, скажи, а ты со вчерашнего дня ничего не вспомнила про Макса? Никаких деталей, которые помогли бы в его поисках? Так, Кирилл Алексеевич, здесь вопросы задаю я. Вы просто присутствуете и не мешаете мне работать. Сонечка, значит, сейчас я включу камеру, будет запись. Так, запись пошла. Угу. Расскажи, пожалуйста, что произошло? Мы праздновали на поляне мой день рождения. Макса я пригласила, чтобы наладить с ним отношения. Алкоголя не было ни капли. Плетнев пришел сильно пьяный, вопил как ненормальный, и мы пытались его успокоить, но он не успокаивался. Потом он сам угомонился и сел под кустом. Мы играли вокруг костра в правде или действие, потом стало темнеть, он пропал, и мы его искали, кричали типа ау, ау, но он не откликался. Мы собрались и поехали домой. И в одиннадцать я уже была дома в кровати. Мать может подтвердить. Ксения Николаевна, позвольте, я как школьный психолог задам Соне вопрос. Пожалуйста. Соня, скажи, пожалуйста, какие у тебя были отношения с Саней Зуенок? А при чем здесь Зуенок? Так. Кирилл Алексеевич, сегодня я подниму вопрос, чтобы вас заменили на другого. Вы просто мешаете следствию. Сонечка, все, ты свободна? Спасибо большое. Можешь идти. Все, хорошего. Вообще, в своем уме, а? Чего пристали с этой Зуенок? При чем здесь вообще Зуенок? Травмируете девочку в прошлом. Вы школьный психолог, как-никак. В конце-то концов. Ксения Николаевна, вы взрослый человек. Тем более взрослый человек в погонах. Неужели вы не видите, как она себя ведет? Она же и на вас сейчас смотрела, как на букашку. Я как психолог могу сказать, что у нее поведенческие отклонения. Она жесткая, наглая, эгоистичная. Абсолютно уверена в своей безнаказанности, потому что ее папа ваш начальник. А еще этот психолог могу вам сказать, что знает она гораздо больше, чем говорит. У нее же абсолютно заученный текст. И этот текст ей явно надиктовал кто-то из взрослых. Как вы думаете, Ксения Николаевна, кто же это мог быть? Я понятия не имею, на что вы намекаете, но рабочий день закончен. До свидания. Алло, Лариса Дмитриевна. Добрый день. Это вас беспокоит Кирилл Алексеевич Заславский. Я психолог школы, в которой училась ваша внучка Аня. Да, здравствуйте. Вы не подскажете, я хотел бы прояснить один вопрос. Сегодня. Да, буду через час. Спасибо. Ну а дальше что? Дальше, короче, Ксения послала этого психолога куда подальше. Короче, все меня сейчас слышат? Если буду спрашивать про Зуенка, все молчат. Это понятно? Потому что Кирилл это может начать триггерить. Он на меня смотрит так, что кажется, кишки видит мои. Егор, это понятно, что надо молчать? Тут у нас такой сентиментальный... Да понял я только. Все, Соня, понял. Ой, девочки, а вдруг меня завтра вызовут? Я так боюсь. В прошлом году я чуть не уписывалась со страху, когда Ксения меня это допрашивала. Еще Крылова так взглядом сверлит. Жуть. Ой, девочки, жуть какая. Батут, ты со своими губами и сиськами можешь сразу этого психолога горяченьким брать. Не боись, прорвешься. Значит, сегодня в пять у гаражей, это понятно? Чтобы были все и трезвые. Вихея, это понятно? Я говорю трезвые, потому что на ясную голову надо это все решить. Все, сейчас расходимся, идем по домам, я тоже к отцу зайду, надо про психолога рассказать. Все, давайте. Мало кто знает, что одной из главных загадок истории стала личность первооткрывателя нового света. Во-первых, никто и ничего не знает. Нашли? Что с ним? Таня, Танечка, я тебя очень прошу успокоиться. Я не хочу, чтобы тебя забрали в больницу с инфарктом. Я очень за тебя волнуюсь. Да? Волнуешься? А где ты был весь этот год? А? Это все из-за тебя, между прочим, произошло. Прекрати, пожалуйста. Я приехал сюда не ссориться, а спокойно поговорить. У Макса с карты в субботу сняли довольно-таки большую сумму денег, сто тысяч. Я только сейчас это увидел, поскольку не успеваю следить за всеми банковскими СМСками. У Макса была твоя карта? Предатель. Таня, ты как такое говорить вообще можешь? У тебя мозги вообще остались? Как я мог своего единственного сына отправить сюда с тобой без денег? На какие деньги он покупал продукты весь этот год? Ты сама, когда в последний раз в магазин ходила за это время, ты по-прежнему не знаешь, сколько стоит пакет молока? Ты думаешь, он покупал полный холодильник еды на ту тысячу, которую ты ему давала? Спустись со своего облака, Таня! Как он мог? Как он мог? Вот Макс найдется, сама у него и спроси. Я сейчас поеду в полицию и скажу, чтобы нашли записи камеры у банкомата. Макс или не Макс это снимал? А ты мне сейчас расскажи, что у вас тут происходило между вами? Он настоящий мужик, никогда мне не жаловался. Но ты же тут рядом с ним была. Дружил он с кем? Девочка у него была? Куда он мог потратить или потратил в этой дыре такую сумму? Да не было у него никого. Ни девочек, ни друзей. Ни с кем тут не общался. Ни в удовольнии, ни в школе. Сидел целыми днями в сети своими московскими друзьями. Часами. Здорово! Леха! Ну ты, конечно, красава. На С один английский сдал, а? И что, куда тебе твои дальше? В Лондон, Штаты? Да не, ну нафиг этот Лондон. Слушай, я тут смутил с одной блогершей. Сейчас ссылку на нее скину. Леночка, а? Да, все, поехали. Я такой в Лондоне, на этом в дружесе все вареные соседки учатся. Ну да, ну да. Слушай, я такой этот город-то. Ты, да? Юровск, придурок. Да блин, ты даже, ты даже не представляешь, какие здесь персонажи живут. Пацаны одни, пацаны одни алкаши, да у курки. Девки дуры, суки. Одна, прикиньте себе, вообще, она каждую неделю губы качает. Мне кажется, они у нее уже по плечам скоро расползутся. Не, ну этот, есть, конечно, одна такая дерзкая. У меня их всех вместе взятых. Ее бы, знаешь, ее бы переодеть, краску с нее смыть все. Ну, злая. Злая. А это не лечится. Как-то так. Я, ну, ничего. Ну, ничего, нормально, держимся. Ну, в итоге, ты, короче, в Москве пока тормозишься, да? Да пока, значит, догадались. Значит, Максу нравилась дочка Рябова, так? Я не знаю, я вообще не понимаю, как это чудовище вообще может кому-то нравиться. Это звереныш, это не девочка. Так. День рождения Сони, сто тысяч, пропажа Макса. Как говорится, сошлись два куста для бани. Я погнал к Рябову, вечером заеду еще. А ты успокойся, нет у меня предчувствия беды. Нет и все тут! Ну, докладывайте обстановку, Владимир. Значит так, прочесано все в радиусе полутора километров. Поисковики дошли до дороги, там все чисто, так? Так, вообще ничего. Даже окурков нет. Такой чистый лес я на картине Шишкина не видел. Другая бригада дошла до заброшки. Саму заброшку не осматривали, опасно. Вдруг кирпич на голову упадет. Завтра я туда ребят отправлю в касках и с оборудованием. А до самой заброшки тоже все чисто, верно? Да, чисто. Я бы даже сказал, слишком чисто. Что вы имеете ввиду? Ну, такое ощущение, что там санитары леса вычистили все вокруг поляны. Ну, не может такого быть, что подростки тусили и даже окурка не оставили. Подростки разные бывают. А своем заключении можете оставить при себе. Так всем спокойнее будет. Мы, в свою очередь, дошли до ручья. Правда, собака след не берет. Крутится на месте, пробегает пару метров и останавливается. Нашли только... Вот. Ладно, на сегодня заканчиваем, завтра продолжим. Всем спасибо. Восемь часов прошу всех, кто готов помочь в поисках пропавшего Максима Плетнева быть на поляне. Есть. Здравствуйте. Здрасте. Проходите. Спасибо. Дочка будет меня ругать за то, что я с вами встретилась на кухню. Они хотят забыть все это, как страшный сон и больше никогда не вспоминать про это. Чай, кофе будете? Да нет, спасибо. Стакан воды, если можно. Сразу вам хочу сказать, что я про истории Ани знаю совсем немного. Я в школе с сентября. Аня к этому моменту уже уехала. Я пытался поговорить с директором и классным руководителем, но они не очень охотно идут на разговор. Как будто что-то скрывают. Конечно, скрывают. Боятся все. Директриса за кресло свое директорское. Крылову даже не знаю, чем запугали. Ой, это Соня Рябова. Это не ребенок, а из Чадьяда. Из-за нее моя внучка единственная. Чуть жизни не лишилась. Теперь даже приезжать ко мне не хочет. Ой, я с больными ногами вынуждена к ним ездить за сто километров. А как Аня сейчас? Она ходила в этом году в школу? Ну, первую четверть пропустила. Боялась идти в класс. А сейчас вроде ничего. Дочка говорит, подружки появились и учатся нормально. Только плачет иногда по ночам. Аня? Господи. Анечка. Анечка. Девочка моя. Да что ж это такое? О, господи. Господи. Помогите. Кто-нибудь. Помогите. Андрей. Помоги. Что случилось? Анечка, внучка умерла. Живана, пульс есть. Звоните в скорую. Три часа скорее. Да. Не знаю. 22, не хватает один. Внучка. Внучка. Умирает. Андрей, сосед ее и спас. Водой холодной обкатил. Промывание сделал. Правда, она потом в токсикологии еще три недели лежала. А почему ваш зять забрал заявление на Рябову из полиции? Вы сами-то слышите, что говорите? Заявление Рябову на его дочь Рябову. Потому и забрал. Могу дать вам его телефончик. Сами у него спросите. Расскажет, если не побоится. Он знаете, как из Юровска-то бежал? Только пятки сверкали. Ага. Ой, на него самого Рябов чуть дело не завел. Добрый день. Добрый-добрый. В субботу с карты Максима была снята крупная сумма сто тысяч. К сожалению, я заметил это только сейчас. Так а я о чем говорил. Загулял парень. Девочки. Ну? Я бы даже сказал девочка. Ну или... Деньги сняли перед днем рождения вашей дочери. А вы на что это, Андрей Максимович, намекаете? Моя дочь никаких денег не брала и ценных подарков не получала. В моей семье с этим строго. Возможно, она что-то знает. Все, что она знает, она мне уже сказала. И давайте договоримся. Не будем приплетать сюда мою дочь. Что касается карты, отработаем версию. Ну что, и где эти два качка и рыбка эта наша? Где их носит? Короче, пока всех здесь не будет и пока каждый из вас, как отчинаш, не скажет мне то, что я вам сейчас скажу, никто отсюда не уйдет. Наша Сонечка даже молитвы знает. Может, еще в церковь сходим, помолимся, свечки поставим. Гляди, чтобы Максика найдется. Ты вообще заткнись, это из-за тебя все. Ты нахрена Плетневу сказала, что мы хотим его развести? А? Хотела, чтобы мой богатый папочка тебя в театральный пристроил? Ты же актрисой у нас хочешь стать. Она была актрисою, но абсолютно лысою. Ты перестань докривляться, идиот. Ты думаешь, я не знаю, что ты пытался с Плетневым подружиться, к золотой его карточке присосаться? Да вы здесь все предатели, все. Соня, успокойся, нельзя же так ненавидеть. А ты типа всех любишь? Ну-ну. А золотой парень Юровская и его окрестностей. Тебя-то как Плетнев хотел стать, а вот ничего не выйдет. У тебя вместо папашки прочерк, и живешь ты как прочерк. Ой, явились, не запылились. Вы почему опоздали? Я сказала ровно в пять. Ну, надо было без нас начинать, ведь Эмера одного не ждут. Заткнитесь, слушайте меня. Пока вы все сто раз хором не повторите то, что я скажу, мы отсюда не уйдем. Я был или была батут на дне рождения Соня. Алкоголя не было, ни капли, был только лимонад. Макс пришел позже, был сильно пьяный, ругался, кидался на нас. Мы его пытались успокоить, но он не успокаивался. Дальше мы сели играть вокруг костра в правде или действии. Он сам успокоился и сел под кустом. Стало темнеть, мы заметили, что Макс пропал. Пошли его искать, кричали, звали, но он не откликался. И в десять часов я был или была батут дома. или была батут сфать. Родители могут это подтвердить. Все все поняли? Это все большой театр, не напишут в новостях о том, как бараны в форме, но танцуют на костях. О том, как сбежать из дома, чтобы забыть, что значит страх. Или просто по-другому мы попробовать нельзя. Я ругаюсь с микрофоном, будто мне за 50. Но и возраст не измеришься в рах, что не на пиздя. Я ругаюсь часто матом и пью дохновения. И просто хочу быть счастливым в свой день рождения. Даже не рассказала, что на допросе было. Ты же сама все знаешь. Спрашивали, что делала, когда домой вернутся. Про Макса. Вы запугиваете детей, задаете им ненужные вопросы, совершенно не имеющие отношения к делу. Я вообще-то тоже из обеспеченной семьи. Может, это он мне завидовал? Если думаешь, что это я его убил. Макс! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok